МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В этот день 22 марта родились. Григорий Козинцев, кинорежиссер, автор классических экранизаций Шекспира. Гамлет, король лир. Николай Рипнин, крупнороссийский велиможа, дипломат, генерал-фильмарш. В этот день в 1610 году в Москву вошли войска Михаила Скопина-Шуйского. Он только что разбил армию Лжедмитрия II, снял осаду со столицы. Однако вскоре молодой талантливый организатор и полководец скоропостижно скончался на Перу. Так, вероятно, отрабили еще одного человека, который мог бы покончить со смутой в России. 22 марта 1943 года в Беларуси разыгралась трагедия в Катыни. Каратели уничтожили 149 человек. И в этот день в 1951 году по постановлению Совета Министров появилась Центральная студия телевидения. Еще один важный шаг к тотальной телевидизации Советского Союза. Появление телевидения, как и все на свете, предсказал еще Жюль Верн в 1895 году. В романе «Плавучий остров» корабль установил связь с берегом при помощи провода. По кабелю передавался и звук, и картинка. Но что интересно, эта фантастическая технология появилась не на пустом месте. Уже в 1884 году некий немецкий железнодорожник Пауль Нипков изобрел одну технологию, которая позволяла бы передавать изображение на расстояние. Диск Нипкова, это его основная деталь, представляла на собой тарелку с отверстиями, пробитыми по спирали. Так зародилось механическое телевидение. В 1920-е годы британец Джон Берт смог даже сделать на основе диска Нипкова вполне рабочую технологию. Вот первое известное изображение, переданное с помощью механического телевидения в 1926 году. За несколько лет в Европе и США появились даже кое-какие вещатели. Нужно было только купить громоздкую приставку к радиоприемнику и получать размытые мерцающие картинки. Как тогда говорили, телевизор размером с почтовый ящик, экран с почтовую марку. В 1931 году первые трансляции механического ТВ прошли и в Советском Союзе. Но надо ли говорить, что механическое телевидение, несмотря на всю его уникальность, дешевизну и прочее, было скорее курьезом. Большого потенциала развития оно не имело. Чего не скажешь об электронном телевидении с более привычным нам теперь кинескопом. Первая работающая модель более-менее современного телевизора появилась в 1933 году, случилось это в Америке. Но автором был вовсе не коренной американский ученый, а эмигрант из России Владимир Зворыкин. Причем британская энциклопедия называет годом создания Зворыкиным первого прототипа 1923 год. Но тогда на демонстрации в компании Вестингаус мы посоветовали заняться чем-то более полезным. Что замечательно, Зворыкин не пришел из ниоткуда. Одним из его учителей в Петербурге был профессор Борис Розинг, который уже в мае 1911 года смог с помощью самодельного первого кинескопа принять изображение простейших геометрических фигур. Был в России еще один претендент на звание пионера телевидения некто Гробовский, самоучка из Ташкента. Он передал фото своего помощника на расстояние в 1928 году. Правда, почему-то его телефод так никто больше и не собрал. Но вернемся к Владимиру Зворыкину. Во всем мире именно его считают отцом современного телевидения. В 1933 году он представил полностью готовую технологию и передачи, и приема изображения, и звука. За пару лет она смела с рынка механической телевидения. Что интересно, очень быстро новые возможности оценили в двух тоталитарных державах. В преддверии Берлинской Олимпиады в Третьем Рейхе поспешили открыть свой телецентр 22 марта 1935 года. Министр пропаганды Геббельс говорил Гитлеру, придет день, когда с помощью национал-социалистического телевидения ваш образ, мой фюрер, глубоко тронет немецкие сердца. Правда, говорят, когда сам Геббельс увидел свое лицо на экране, потребовал убрать из кабинета телевизор. Лицо у него и правда не очень. Нацистское ТВ вещало до 1943 года, пока его не разбомбили. А вот в СССР налаживать телевидение помогал сам Зварыкин. Сюда он приезжал в 1938 году. Тогда же тут состоялась первая трансляция фильма «Великий гражданин». А вот регулярное вещание началось с марта 1939 года. В эфир давали 18-й съезд ВКПБ. Правда, на время Великой Отечественной передачи прекратились. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова